Сегодня мы покажем, как нужно разрезать дрова, когда они просто не влазят в печку. Для этого мы взяли 220 провод СИП, самонесущий, изолированный провод, и проволоку 2 мм. Итак, смотрим, что выйдет. Для этого сейчас замкнем проволоку и подадим 220. Это у нас фаза. Ой-ой-ой, что-то нагодит как-то. Процесс начался. Давай-давай-давай. Сейчас там переверит. Замыкание, отсоедини. Надо разъединить. Чуть-чуть. Мы так все можем исправить. Ну что, поехали дальше, а что будет нормально. Прикольный. Сейчас оно выравняется. Она сейчас вся разогрется. Класс. О, не тепло стало вообще. Хочешь подойти, там такая жара. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она переплавилась. Мы вам хотим показать, что все-таки это очень безопасный метод разделения древесины. И поэтому мы замерим токи и покажем, что они не столь большие при пусковом моменте, когда проволока еще холодная. Подсоединяем. Ой, стой, экран не видно. Двести шестьдесят ампер. Ну не так уж и много, ребятки. А ты говорил, ко мне тут сотни. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прикольно баловаться. Вот, ты видишь, падает нагрянство. Сто шестьдесят ампер. Ой, шо, ну вот горело. А, там контакт плохой был. Так, соединяй тут контактик. Ой. О, давай, она сейчас спаяется. О, все-все, сейчас-все будет. Все, спаялась. О, спаялась. Учитесь, как паять провода нужно. Давай-давай-давай. Осторожно, что не кладешь. Чего за постреливание? Сколько топов там? 114 ампер. Блин, тут второй камер. А, ну еще что? Ай-яй-яй-яй. Она работает, работает. Режь, режь. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж она нервничает-то так? Да не, не работает что-то. О, было. Слышь, как плачет. Провод слишком изношенный. Надо нервничать. Вон, 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 видишь? Вижу, вижу. У меня тут уже плоскорупция в качестве проводника. Пошло. Родненькое пошло. Сейчас ручку от аппарата пиляет. Вот там где-то. Сип, горит, горит. Сип, Сип, Сип. Да, да, вижу. О, сейчас температура хорошая. Где-то тут обраган. Я думаю, каждого интересовал такой вопрос. А как не зависеть от постоянной работы или нестабильной ситуации в мире? Уже сегодня можно решить его, став инвестором. Не вникая в рынок и не анализировав курс акций. Просто вложиться в надежную стабильную инвестиционную площадку. Которая делает все это за вас, а вы просто считаете прибыль. Это площадка Valon Technologies. Она идеально подходит для любого. Даже школьник разберется. А Valon на рынке акций и криты уже более 5 лет. Пассивный заработок вполне реален для любого. Если сомневаешься, можешь просто попробовать. Минимальная инвестиция всего лишь 100 рублей. Каждый получает по 1,3% вложенной сумме ежедневно. Банк, например, дает 5-6% всего лишь в год. Хочешь нормальный пассивный заработок? Твой выбор – Авалон. Простая регистрация по ссылке в описании. Она что-то горит вообще. Короткая, наверное. Давай-давай, глиняный кусок еще. Ну, она пригорит. Энтература маленькая. Хватит температуру с головой. Вот так прикольно. Журчит. Кстати, видите, та, которая вложит, почти не убивается. Хмем. Док, что-то, что-то. Ой, 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 ой. Что ж она так психует? Катерис даже велика. Ля, 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 бенгальский. Камере такое не опасно. Вы что? Вот прикольное занятие. Соединять контакты. Учитесь электрике. О-о-о. Можно греться. Провода. Чего она так нервничает? Ля, 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 ля. Вы видели это? Только отсюда. О-о-о-о. Тепло. О, сзади. Хорошо. Смотрите, наши ютуба-зрители. Для там зипа горит. Ладно. А-а-а-а. Ну, что такое? Да и конец. Она же на меня такие кусочки вся взбрилает. Ой. Оно. Оно. Пригорело туда. Приварено. Плоскорубцам. Эксперимент номер два. Теперь мы хотим вытянуть из 220 громаднейшую дугу. Для этого нам потребуется три электрода, двоечки. Ну, больше у нас нет. Мы их свяжем между собой и будем тянуть дугу, собственно. Все очень просто. Итак. Ах, не налазит. Кто-то ее маленький надевал. Ты почему там не видишь? Тут пока ничего не вижу. Ну, что, довольно неплохо. Надеюсь, классно вам видно. Это ток и напряжение в этой стремной цепи. Сейчас будем дуговать. 80 вольт. А ты говоришь, не падает. Проболка, как сопротивление, для нас лишнее. Будем урезать ее. За звук какой-то очень, да? Пока электрики заняты, мы взяли и убрали всю провалку, чтобы не было никакого сопротивления. Я смотрю на расстояние дуги. Это на самом деле очень громко. Давай, только резенько. Наказание держи. Чуть-чуть загадилось. Ну, ладно. Я наступил на провод и не представляете, он так прикольно вибрирует. Где-то оборвалось. Свет есть. 217 вольт. Можно было бы сказать, что выключили. Кстати, падает, когда ты каратишь. Значит, где-то обрыв. Да, наверное. А, сгорело в изгибе. Увидели такое? У нас в очередной раз перегорел провод. Саново зачистили. Давайте добавим электроды. Кстати, со стороны 0, почему-то электроды выгорают быстрее гораздо. Правильно. Электроды так быстро тают, вообще. Как леденцы просто. Как спички сгорают. Искрами только заляпают немножко. Хорошо, как. Слышка разненная. Аж дырочка на топоре образовалась. Да все, все. Даже чуть-чуть расстроится. Вот дырку, вот эта дырела. Это нечая, да? Зато она, думаю, ничего не скажет. Но дырка эта шов. Ладно, все. Рыжа, прости нас, пожалуйста. Вот наша турбоустановка. 220 вольт, видите. Тока сейчас нет, потому что электроды, как вы видите, все сгорели. 200 вольт. Да, напруга тут есть. И смотрите, откуда мы ее берем. Мы сипом протянули этот провод. Вон он идет, идет, идет. Проходит дальше. Это не шуточки. Включен он до. Я что с проводами. Ой, чуть-чуть. Мамочки. И когда не ставьте такие тонкие провода на вводе, они у вас обязательно сгорят. Рано или поздно. Но у нас рано сгорели. У нас они продержали всего несколько месяцев. И говоря, очень убедительно просили электрика подключить связи с нашими... Нормальным проводом. С экспериментами и все. И он знаете, что нам сказал? Вы что, думаете, толстый провод большие токи выдержит? В итоге видим результат. Ну что, откручиваем эту ниппельсистему? Да, кстати, у нас в обход автоматов, чтобы вы знали. Потому что автоматы всего-навсего на 32 ампера. Ну, это вообще детский ток. Давай. Итак, ребятки, нам пора, конечно, бежать, пока электрики не приехали. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok